всем привет вы находитесь на канале old dutchman с вами я владимир козырчук и сегодняшняя наша тема крафт мага а именно система поясов методика тренировок имеет ли смысл этим всем заниматься и к чему приведет в дальнейшем такая вот хаотичная программа занятий по крафт мага недавно один из международно признанных мастеров крафт мага выступил с предложением ввести вот в этом вот стиле в этом направлении систему поясов якобы мотивируя это тем что люди приходящие заниматься будут стремиться достичь нового более высокого уровня если они будут получать какие-то пояса многие его поддержали кто-то сказал что все это бред нельзя уходить в сторону восточных киноборств это наша самобытная система которая создавалась многие годы по крупицам и так далее но со своей точки зрения я бы хотел сказать что система поясов если ее введут в крафт мага не принесет с собой никакого негатива объясняю почему очень многие люди приходят неважно куда восточные наборства или куда еще заниматься они приходят из-за того чтобы получить цветной пояс после этого они хвастаются перед своими знакомыми перед своими друзьями перед родственниками фотографируются для своего инстаграм чека и конечно тешат этим своего эго вот я получил допустим зеленый пояс я получил желтый пояс или я получил оранжевый пояс другие же люди которые приходят действительно чем-то заниматься они видят что есть еще к чему стремиться и есть над чем работать чтобы повысить свой уровень знаний в принципе система поясов если ее ведут в крафт мага с одной стороны принесет действительно положительные результаты но теперь идем по методике этого крафт мага методики там нет никакой именно методики преподавания методики тренировок на чем основывается крафт мага на знаниях мастеров специалистов спецподразделений бывших военных дзюдоистов каратистов приносящих в эту крафт мага что-то свое и показывающих это естественно со своей позиции со своей точки зрения если бы в крафт мага была общая методика преподавание допустим та же самая общая методика силовых подготовок общая методика развития физической подготовки базовая базовая тренировка если бы это было в крафт мага то она уже стояла бы наряду с карате или с тем же самым винчун или с тем же самым хунгар или с дзюдо уже стояла бы в одном ряду со вот этими вот стилями но так как в этом крафт мага нет такой системы нет такой методики тренировок всеобщей методики тренировок иногда создается впечатление что люди приходят спортзал и занимаются той же самой системой вадима старого или вот этого как его шарику то толстый блин ну как его толстый вот этот вот который блин система русская вот блин вылетел из головы кабан вот этот вот жирный блин забыл да ну его нафиг не столь важно действительно складывается впечатление потому что тут допустим человек пришедший из спецподразделений после контракта начинает преподавать систему крафт мага по-своему там пришел человек допустим из морской пехоты он занимался рукопашным боем занимался кунг-фу и так далее он преподает по-своему и так далее если бы была общая методика тренировок в крафт мага то естественно было было бы был бы больший наплыв людей в эту систему было бы больше скажем так результатов позитивных и положительных чем то что происходит сегодня вот у нас к примеру в регионе у нас в городе даже один раз в год проводится семинар по крафт мага проводится проводится осенью человек проводит по своей системе то есть он когда-то занимался по моему он занимался джиу-джитсу кажется он занимался джиу-джитсу у него есть собственный фитнес-зал он там со своей женой работает как тренера как директора вот этого фитнес-зала он прошел несколько семинаров по крафт мага получил свои вот эти вот дипломы и теперь он каждый год по по моему два дня за год проводит эту эти семинары ознакомительные и так далее создаются ли группы по занятиям этой крафт мага я не знаю потому что если бы создавались эти группы то было бы о них у нас в городе к примеру слышно но семинара этот человек получает хорошие деньги небоснословные но хорошие за два дня семинара любой приходящий туда выкладывает 140 евро за два дня семинара то есть за 6 часов за 6 часов вы выкладываете 140 евро и группа семинара состоит из 20 человек вот считайте сами какая сумма этих денег ложится в карман вот этому человеку преподающим без какой-либо методики преподавания стиль крафт мага он обещает научить вас в течение двух дней эффективной самообороне против ножа эффективнейшей самообороне против огнестрельного оружия эффективнейшей самообороне против нападения от двух до трех нападающих как минимум те люди которые никогда с этим не сталкивались ни с крафт мага ни с каратэ ни с тэйквондо ни с чем-либо иным они в это свято верят они в это свято верят платят деньги идут получают какие-то поверхностные знания естественно для того чтобы уметь это применить нужно иметь хорошую физическую подготовку а если у тебя физической подготовки нет увы до добра на улице с гопниками если ты с ними встретишься это не доведет так вот значит систему поясов введения или не введения в крафт мага я хотел озвучить я это озвучил методику тренировок методику преподавания это я озвучил ну естественно вот так вот кусочек маленький совсем о том к чему приводят такие вот буквально скажем так ну двухдневные семинары в год по этой крафт мага если бы у людей было желание заниматься они бы действительно занимались и они постигали бы это самостоятельно в первую очередь потому что когда я занимался ранее раньше еще считай 30 лет назад тэйквондо нам давали домашние задания то есть то что мы занимались четыре раза в неделю по два часа в спортзале мы должны были еще дома в свободной время повторять различные комбинации различные блоки приемы растяжку и так далее и потом мы приходили опять в зал и занимались и показывали что мы достигли чего мы достигли сегодня же люди приходят спортзал они позанимались максимум 45-50 минут и этого они считают им достаточно на одну неделю то есть тут тренировки проводятся один раз в неделю 45-50 минут что человек может достичь что человек может узнать за вот это вот короткое время я не знаю потому что когда я преподавал я добился того чтобы у меня моя тренировка шла два часа два раза в неделю все-таки два часа два раза в неделю то есть и получается четыре часа дает больший эффект и больший результат чем 45 или 50 минут один раз в неделю в общем крафмага я не хочу сказать что это какой-то плохой стиль или плохое направление нет так как я уже в самом начале сказал что в этот стиль в это направление приходят люди специалисты каких-то спецподразделений мастера спорта и показывают свои методики свои тренировочные наработки свои приемы это хорошо это хорошо в том плане что на на примере крафмага мы видим компиляцию различных боевых техник в одно целое и возможность применения этого в реальной боевой ситуации будь то столкновение к примеру как в израиле с этими палестинцами которые пытаются всех по уничтожать на свете или на улице с гопниками решает каждый сам за себя все что я хотел вам сказать не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и всем удачи с вами был я владимир козырчук